добрый день с вами империя пикчери сегодня я покажу вам как нарисовать опята акварелью если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами для начала мы наметим силуэт грибочков где они будут у нас располагаться формате листа намечаем размеры шляпок правая шляпка будет чуть чуть больше чем левая и немножко выше под располагаться обретите внимание что снизу в целом должна получиться расстояние чуть больше чем сверху по бокам примерно одинаково после этого начинаем отрисовывать ножки у грибочков они будут достаточно тоненькие и такие извилистые то есть не прямые и вот здесь вот будет маленький грибочек на более такой толстенькой ножкой и округлой шляпкой прорисовали его немножко ластиком убираем все лишнее и уточняем рядом ножки у других грибочков после этого наметим шляпки начнем вот с этой шляпки шляпка будет заходить на ножку не будет видна ее нижняя часть делаем такую интересную приплюснутую шляпку немножечко краешек правый будет такой заостренный но в то же время он скруглен добавляем снизу грибочка такие вот элементы как воротнички добавляем теперь шляпку на втором грибочки это же воротничок немного тоже будет у него треугольничек сверху как будто бы такая острая заостренная шляпка окрашки будут по бокам более округлые ластиком убираем вести шли карандаш а к пока вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и делать свое любимое дело своей профессии ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные семь дней ждем вас к нам на обучение и теперь мы можем приступать к работе цветом берем коричневый оттенок и покрываем шляпку немножко разводим с водичкой чтобы получился такой полупрозрачный оттеночек охрой мы сделаем нижнюю часть и правый уголочек также добавляем этот охрой оттенок на второй грибочек вот охра более такой золотистый на свет его добавляем на ножки и далее мы смешиваем коричневый и фиолетовый немножко и добавляем на дальнюю часть шляпки на верхнюю делаем такой плавный край переход с помощью влажные кисти и то же самое на второй грибочек нам такое будет более светленький полупрозрачный тоже в намешаем более темный коричневый с фиолетовым и сделаем эту нижнюю часть ножки также крошек немножко размываем добавляем под шляпку падающую тень от шляпки теперь на маленький грибочек тоже добавляем коричневым фиолетовым нижнюю часть и уху наверх вместе шляпка можно так слить аккуратненько теперь возьмем более тоненькую кисточку и прорисуем детали таким коричневым темным оттенком делаем воротничок снизу немножечко уточняем форму и оставим немножко подсыхать то же самое делаем у 2 грибочка тут вот снизу немножко можно сделать потемнее толщиночку также добавим тень под шляпку я тут вот немножечко и и разумом по краю делаем более полупрозрачный то же самое на 2 грибочек более темный оттенок под шляпку можно положить сюда сверху тоже добавляем он подсох и мы можем сделать чуть потемнее добавим сверху фиолетово-коричневый оттенок и просто коричневый рядышком оставляя светленький край и на втором грибочки тоже затемним верхушечку фиолетово-коричневым оттенком и разумеем немножечко край уточняем аккуратненько форму тоненькой кисточкой наверху краешек тоже должен быть посветлее вот такой вот аккуратненький и по итогу у нас проявляется объемчик в грибочках теперь мы займемся тенью на ножки добавим коричневый оттенок и разумеем по краю здесь при соприкосновении с маленьким грибочком будет затемнение и сам маленький грибочек затемняем снизу ножки у нас будут темненькие внизу и к верху будет плавный переходик так вот водичкой его создаем полувлажной кистью и добавляем также на шляпку тень можно взять охру более такой золотистый оттенок чтобы было по цвету красивее и также от этого маленького грибочка добавляем на ножку второго гриба падающую тень так вот по форме на ножку немножко добавим собственной тени коричневый оттеночек также по краю размываем водичкой темным оттенком коричневого фиолетовый с коричневым смеси подчеркнем толщинку на воротничках и вот тени от шляпок внизу грибочка немножко там уже можно размыть на самих грибочках некоторые моментики вот например взять более плавные переходики вот здесь вот тоже можно границу светотени обозначить и вот такие опята акварели у нас с вами получились присылайте ваши результаты к нам в инстаграм мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице ссылка на инстаграм в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч